Армия, у которой нет духа, нет желания воевать, страна, у которой есть такая армия, она вряд ли сможет защитить себя. А второе, вот все те, которые молятся и мечтают и хотят быть похожими на американцев, чтобы американцы их научили жить, чтобы американцы их научили, что такое Родина, чтобы американцы начали их воевать. Вот такие же у вас были, я их упоминал. Они решили сдать вашу страну под американское, западное влияние. Вот результат. Американцы не в состоянии привить людям любви к Родине, готовность к самопожертвованию, какую-то базу, за что воевать, за что шаржаться, за что бороться. Они оказались это не способны сделать нигде. Ни во Вьетнаме, ни у нас на Ближнем Востоке, ни в Афганистане. Дай бог, если им удастся делать, когда их страна будет в опасности, но их-то стране никто никогда ничем не угрожал. И вот это самый лучший пример безидейности, без базы для государства, без понимания, а зачем мне эта страна? А зачем я должен напрягаться или перенаправиться? Лучше сдаться. Купят меня. Вот она и приводит к такому концу, который сегодня мы наблюдаем в Кабуле, в Афганистане. И поэтому я, основная мысль, которую я хотел высказать, людям надо привить, чтобы они понимали, чтобы они знали, чтобы они сознавали, что это их страна, и они не согласны никому, ни за что не дать ее изменить. Только они сами будут делать. А поскольку сегодня основной фронт войны, за неимением возможности у врагов России воевать, он скатился к чисто идеологической войне, к идеологической диверсии, к идеологическому наступлению. Поэтому и конференция была посвящена, как она была определена, информационную оборону. Вся, если вслушаться, все этот пропагандистский бред, который выливают на Россию, и пытаться его проанализировать. Положительное, конструктивное для вашего государства. Только отрицательное. Он направил на все. Отбить веру в страну, отбить веру в народ, отбить веру в те какие-то принципы, по которым вы жили. Разрушить, да. А что там есть конструктивного? Что там есть положительного? Кроме того, мы вас накормим? Россия сама может накормить. Мы вас научим? А чему они могут вас научить? Мы вас воспитаем? Какое воспитание они могут дать? Вот в том-то и дело, что война, которая идет идеологически против России сегодня, она разрушительная. Она хочет разрушить все, на чем когда-то было основано, стояло и развивалось государство. И до 20 века, и в 20 веке. Всегда эта идеологическая борьба идет за разрушение. В ней никогда не было ничего положительного. Ничего положительного. А на разрушение, ну по-русски есть же поговорка, ломать не делать, душа не болит. Ломать чужое, а вы для них чужие. Это интересно. Это для них эксперимент, антропологический или другой. Сколько стран они поломали, сколько режимов они поломали, сколько общества они поломали. Вот в этом они преуспели. Где они что построили? Где они что создали? Покажите хоть одно произведение. Что это одно положительное, что было где-то, кому-то им создан. В свое время у президента Кеннеди, молодого, немного наивного, была идея, он создал корпус мира. Чтобы нести в мир другим слабым народам, слабым государствам, что-то положительное, конструктивное. Очень быстро этот корпус мира был взят под крышу Центрального разведного управления и разведслужб Соединенных Штатов. Кто-нибудь о нем в последний раз слышал? Где, когда? Была наивная поводка, наивного президента когда-то, в 50-х, в начале 60-х, создать что-то положительное. Кроме этого, больше ничего не было создано. Чем вам? Куда? Чего они хотят сделать? И вот эти все нытики, которые сидят, я считаю, в России, истерически кричат, почему в такой-то деревне есть пожар? Путин виноват. И это раздувается. Калифорния горит каждый год. Испания горит каждый год. Полмира, если в этом году горит. Наводнение на Дальнем Востоке, да. Вот такой-то чиновник что-то прошляпил. Да, бывает. Тут же обвиняется власть. Власть виновата. Система виновата. То, что в других странах происходит то же самое, это их не интересует. Они хотят все сейчас и всегда. Что-нибудь конструктивного кто-то говорит. И поэтому солнаем миссия была у меня, что для победы прежде всего надо верить в свой народ, в свою страну, в свои возможности. и верить в то, что у каждого народа, у каждой страны есть свой путь. Не надо обезьяничать. Вы имеете право на свой самостоятельный, особый путь развития, отличающийся от всех других. И поэтому без веры в свой народ, без веры, что он способен что-то сделать, ничего не получится. И поэтому я процитировал и сказал то, что сказал. Эти великие слова в самый тяжелый момент, самый тяжелейший момент для России, для советского государства. Который, казалось бы, все было потеряно. Эти слова, которые сказал верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин. Наше дело правое, победа будет за нами. Когда в самый тяжелый момент, когда не наше, когда уже вроде бы все рухнуло. Именно эта вера в свой народ, свою страну, свою правоту. Она обеспечила тогда победу. Было все остальное. Но обеспечила победу эта вера. Поэтому это я хотел донести, да. Людей, которые там сидят, сколько можно сказать, что можно сказать в течение пяти минут. Дать научный анализ? Нет. Серьезно? Нет. Но определить основные цели, основное направление – это да. И вот эту веру вас пытаются разрушить. Эту веру в вашу страну, в наш народ, в ваши силы вам пытаются разрушить. извне. То, что всегда есть малодушные, то, что всегда есть на этике, то, что всегда есть те, которые ищут, где бы еще поковыряться. Ну, бывает. Это бывает, это есть у каждого. Но вот это естественное явление в каждом стране, в каждом народе подписывается, подпитывается, развивается, разжигается, проплачивается постоянно извне и направляется извне. Во всех странах, в других странах, например, на Украине это направлялось в отношении коррупции. Вот в Белоруссии коррупции не было. Вот в каких только грехах не обвиняли Лукашенко. В том, что он и власть коррумпирована – нет. В том, что есть олигархи – нет. В том, что в стране ужасное экономическое положение – нет. В том, что экономика страны разваливается – нет. Ни в чем этом не обвиняли. Нашли обвинение. Слишком долго сидит, пусть уходит. Вот и все. То есть всегда издне ищут. Если ничего нет, придумаем. Причем в отношении Белоруссии это было доведено до предела. Пусть уходит и неважно, кто придет. Безграмотная домохозяйка, которая никогда не ходила на выборы, которая ничего не понимает, ни чем разбирается. Лучше она, чем тот, кто руководил этой страной с 94-го года. Почему? Потому. Все это инфантильные братья, которые всегда чем-то недовольны, подхватывают это. И люди серьезно начинают обсуждать. И никто не смог принести ничего нормального против, разрушая страну. несовершенную. Во главе которой, скажи, сложный человек, который делал много ошибок. Покажите мне руководителя страны, который не делал ошибок. Покажите мне руководителя страны, против которого не было претензий за то, что что-то не так прошло в период его правления. Нет такого. Но когда это направляется на разрушение государства, на разрушение всех устоев ему, оголтела инфантильная толпа, ничего не пытаясь понимать, бегут окрасчет ату его. Менять. страна разрушается. И против этого нечего поставить. Ничего нельзя поставить. Потому что там не логика. Против этого надо поставить только одно. Основное. А на этом уже строят все остальное. Вера в свою страну и в то, что мы сами справимся с своими проблемами. если бы мы не верили в наш народ и в нашу страну, у нас бы никогда не было государства, мы бы ничего никогда не отстояли и ничего бы у нас сегодня не было. И мы верили в свою страну и в свой народ и в свое государство. Когда его не было и шансов на его возникновение не было. И шансов против всех врагов не было. Оставалось вера в эту страну. На основе своего исторического опыта, своей страны, своего народа. Я сказал, именно поэтому эту веру у вас пытаются разрушить. Но это дело очень традиционно. Посмотри, наши так называемые оппозиционеры изначально боготворят Запад и любое слово, произнесенное из Запада. Как они вымаливают санкции против своих сограждан, которыми они считаются согражданами случайными. Как они стремятся, чтобы нам писали западники, как нам быть. От подлости Козырева до подлости Навального, Милова, Жданова и всей прочей своры этих лижущей жопы западу ублюдков. Иначе это описать нельзя. Извините за резкие выражения, но если ты занимаешься политикой в России и ищешь силу не в русском народе, а в поглаживании по голове западными политиками и их подачек, то ты не российский политик, и ты не про Россию. Всегда есть, чем учиться в других странах, и России тоже. В 30-е годы американские инженеры строили Днепрогресс вместе с Советскими и учили их, строили другие заводы. Для этого вот это они могли дать свои технические данные, свою технологию. Недаром им платили и хорошо платили. Хлеб продавали, чтобы было, чтобы было потом, чем воевать через несколько лет. Но никто не пытался учиться у них, как жить. И это было разумное сотрудничество между страной и другим миром. Но когда вас начинают учить, как вам жить, насколько надо не верить, не уважать свой народ, свою культуру, чтобы полагаться и слепо принимать любую глупость, которую вам несут. А вы посмотрите и скажите, а вы у себя чего-то достигли, что вы нам это предлагаете? вы что, они достигли того уровня культуры, который в России? Попсы, да, культуры нет. Они достигли высокого уровня науки за счет покупки мозгов. А вы ничего не покупали, сами создавали. страна на покупке чего-то извне не может строиться. Страна может строиться только на своей способности создавать, сотворить творческое. Этого же в России не надо занимать ни у кого. Спасибо, Якович. К сожалению, наше время подошло к концу.